Конкурс краеведов, работающих с молодежью, 2020 года завершен. Проект был организован Российским историческим обществом и Фондом Истории Отечества при поддержке Фонда президентских грантов. Финальный этап конкурса прошел в формате Всероссийского форума «История Малой Родины. История Отечества». Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, его пришлось провести в онлайн-формате. Участниками фестиваля стали 128 финалистов со всей страны. Их заявки набрали наивысшие баллы в своих регионах, всего же в адрес экспертных советов поступило свыше 700 анкет. Региональные экспертные советы были созданы в 45 субъектах Российской Федерации, а краеведы из других регионов могли направить свои работы Федеральному совету конкурса. Напомним, в заявках конкурсанты представляли свои достижения в области патриотического воспитания и исторического просвещения молодежи. Темой конкурса в этом году стал главный исторический юбилей – 75-летие победы в Великой Отечественной войне. По три финалисты были определены почти в каждом регионе участники. Они получили равную денежную премию в размере 50 тысяч рублей, а также приглашение принять участие в последнем этапе конкурса. Изначально планировалось, что все 128 финалистов прибудут в Москву, где в рамках Всероссийского фестиваля «История Малой Родины. История Отечества» смогут не только представить свои работы и обменяться опытом, но и посетить ведущие музеи страны, а также получить дипломы в ходе торжественной церемонии в Доме Рио. Однако формат был изменен, и второй этап конкурса прошел на уже ставшей привычной онлайн-платформе Zoom. Кроведение – это исключительно важное направление просветительской работы, значение которого в своем прошлогоднем послании Федеральному собранию Российской Федерации особо подчеркнул президент России Владимир Владимирович Путин. Я предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив, проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия народов нашей страны, в том числе дополнительно направить на эти цели средства из фонда президентских грантов. Согласно условиям проекта, в рамках второго этапа финалисты представляли свои работы перед федеральным жюри, которое распределило первое, второе и третье места между краеведами в рамках каждого региона. Но онлайн-формат не снизил значимость фестиваля. В один из дней встречу с участниками конкурса провел председатель российского исторического общества Сергей Нарышкин. Завершила фестиваль серия мастер-классов от участников, чьи проекты были признаны наиболее эффективными для дела исторического просвещения и патриотического воспитания подрастающего поколения. Краеведение, когда занимаются этим люди увлеченные, люди знающие, оно продолжает быть и всегда, видимо, будет интересно. Молодым людям и молодые люди идут в профессию. Я сам должен сказать, как человек, пришедший в профессию через краеведческий кружок дворца пионеров, что это необыкновенно важная работа. Вы любите свой край, любите детей, и именно вы первые люди после семьи, которые формируют привязанность к родине, чувство Родины и знание о том месте, где дети растут. Двухлетний опыт проведения проекта показал его актуальность и востребованность у профессионального сообщества. Поэтому организаторы решили не только провести его в третий раз, но и еще больше увеличить его масштабы. В 2021 году экспертные советы будут созданы во всех российских регионах.